Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о коляске, которая у бренда Annex является, наверное, самой модной, стильной среди всего их ассортимента. Ну, тут как бы один взгляд на нее уже говорит нам о том, что это так и есть. Называется она Quant, это новиночка. И сегодня мы рассмотрим ее в комплектации 2 в 1. Вот именно в черном цвете. Бывают еще цвета другие, но сам каркас всегда остается черный. Цвет меняется только у средней вот этой накладочки. Ссылку на первую коляску я оставлю в описании, там пройдете, посмотрите цвета, наличие. Если понравится вам коляска после обзора, можете смело заказывать. Ну, приступим к обзору. Начнем изучать ее с люльки. Что касается люльки. Вообще вот эта модель о чем нам говорит. Здесь, например, сверху написано Future Care, забота о будущем и указаны координаты. Если мне память не изменяет, эти координаты, они указали мусорного пятна в океане. То бишь, экологически чистые материалы используются в производстве, то ли переработанные. Вот. Поэтому вот такой акцент при производстве этой модели сделали. И материалы здесь, ну, если вот щупать, и у анекса я вообще близко ничего такого не припомню. Ткань очень приятная. Здесь, соответственно, тоже. Здесь типа такой плащевочки тоненькой-тоненькой на ремешках. В общем, материал интересный. Как минимум интересный. Единственное, вот материал на козырьке, он очень сильно собирает пыль. Вот. Только поставили, она уже в пыли. Потому что он чуть-чуть такой ворсинистый. И вот пыль на нем видна. Ну, красота требует же. Вот как есть. Соответственно, что касается козырька. Козырек у нас здесь, он с тихим механизмом. Он не щелкает. Поэтому в этом плане это встречается только в каких-то более дорогих версиях. Вот. Что касается внутренности. Сейчас я открою ее и покажу вам ее изнутри. Здесь, чтобы открыть, нужно расстегнуть ремешки. В принципе, их можно и не застегивать. Они просто такой вид придают. И после этого расстегнуть замочек. Убираем накидочку. Так. И сейчас я покажу вам внутреннее убранство люльки. Вот как она у нас выглядит. Ремешки, о которых я говорил. Вот они. Они пристегиваются с двух сторон. По периметру здесь, в принципе, это видно. Вот. Можно, в принципе, не пристегивать. Но это немножечко, знаете, вот эти замочек не пристегнуты. Немножко портит вид. Ну, да ладно. Здесь у нас есть кармашек. Не знаю, что туда можно положить. Ну, наверное, что там можно. Вот в этом месте у нас ручки для переноски. Убираем их. Они нам, в принципе, сейчас не понадобятся. Вот. Вот такой размер. Она очень длинная, широкая. Она не такая глубокая, как некоторые. Но этого за глаза хватает. Так. Вытащим матрасик. Так. Вот какой толщинный матрасик у нас. Он достаточно такой упругий прям. Так. Жесткое у нас дно. Знаете, нажимаешь, он такое мягенькое, на самом деле, основание. Так. Так. Если мы расстегнем, мы увидим, что внутри. Сейчас заглянем. Так. Это у нас пенопласт с пропиткой. Ммм. Интересно. Так. Ладно. Закрываем. Какая она внутри, мы посмотрели. Теперь давайте посмотрим на нее снаружи. Так. Что касается ее снаружи. Мы уже это, собственно, увидели. Но давайте изучим с вами козырек. Вот на козырьке, если вот так вот просто за что-то тянуть, нету мест, где мы можем отодвинуть одну из секций, чтобы было проветривание. Сейчас я здесь замочек один расстегну. И тогда у нас откроется этот доступ к секции для вентиляции. Так просто его вот к нему не попасть. Нужно обязательно открыть замочек. Вот. Соответственно, что касается самой люльки, чтобы ее снять, нажали кнопочку с обратной стороны, также нажали кнопочку и поднимаем. Держать ее нужно за те ремешки, которые были под замочком. И спичек. Здесь у нас вентилируемое дно. Вот так мы блокируем подачу воздуха. Вот так сеточка раскрывается, и у нас получается вентилируется дно люльки. В общем, с люльки разобрались. Давайте посмотрим на прогулку. Прогулка у нас, естественно, реверсивная. Вот как она у нас выглядит. Здесь, видите, в ножках сетка. Так, поставим ее по ходу движения. Но, естественно, понимаем, держим в голове, что и по ходу, и против хода можно устанавливать. Вот это у нас за козырек на максимуме. Также, как и в люльке, только не нужно замочек открывать. Мы можем высвободить секцию с москитной сеточкой, чтобы там проветривалось, если ребенок спит. Что касается сна, вот, пожалуйста, мы можем сделать в прогулке горизонтальное положение. Вот как у нас это выглядит. Сейчас проверим максимум. Да, максимум. Так, у нас здесь, громко сказал, горизонтальное. Сейчас я вам в градусах скажу. 120-175 градусов. Вот. Подножечко у нас здесь тоже регулируется. Ну, как по мне, вот, наверное, здесь 175 такой с натяжкой. Если только ребенок ляжет, да, она продавливается и более-менее выравнивается. Но если отпустить, оно чуть-чуть приподнимается. Видимо, это дополнительная своего рода амортизация. Таким образом сделано мягенько, прикольно. Хм, наверное, да. Так, что касается безопасности. Здесь все стандартно. Пятиточные ремни, мягкие накладочки, бампер у нас есть. Давайте посмотрим, как калитка, да, откидывается. Хм, здорово. Подножка, естественно, у нас регулируется. И напомню, что блок у нас реверсивный. Можно и по ходу движения, и против хода. Так, давайте с вами посмотрим на шасси. Шасси у нас классическое у анекса. Конструкция на всех моделях типичная. Вот такая. Соответственно, ручка у нас регулируется телескопически. Но вы видите, какой большой ход. Если я подниму на максимум, я никак не зацеплю за раму. Это уж точно. Так, смотрите, что из себя представляет сама рама. Рама у нас алюминиевая. Я поюзал ее, как можно понажимал везде. Она очень крепкая, собрана очень хорошо. У нас амортизация есть и спереди, и сзади. Колеса не надувные, они просто резиновые. И спереди, естественно, можно их заблокировать на плохой дороге, если вам нужно проехать, но совсем плохой. Она так само по себе достаточно проходимая. Но если уж очень надо, можно заблокировать передний и проехать. Так, что касается у нас багажника. Багажник у нас... Такой я бы его назвал средним, потому что большим его назвать язык не поворачивается. Из-за того, что у него очень плохой доступ. У нас здесь перекладина, из-за которой мы не можем что-то более-менее крупногабаритное туда положить. Ну, вот такой вот нюанс. Тормоз здесь отлично. Сверху и нажимаем, и ставим на тормоз, и снимаем. Также у нас вот в спинке прогулочного блока есть небольшой отсек для каких-нибудь ваших вещей. Так, что касается рамы, мы с вами разобрались. Давайте теперь сложим раму и посмотрим, как она в сложенном виде выглядит. Каких она размеров. Чтобы сложить раму, нам с вами необходимо опустить... Не то, что необходимо, но ручку я говорю опустить, чтобы она меньше места занимала. Опускаем ручку, и здесь в раме есть кнопочка, которую мы нажимаем и опускаем всю конструкцию. Так, вот, смотрите, максимально компактно я ее сложил. Еще компактнее сложить ее не получится. Но для коляски 2 в 1 и 1 на самом деле это стандартный размер для рамы. Раскладываем вот таким образом. Кнопка, о которой я говорил, она у нас... Сейчас я уберу. Вот, на этой раме с внутренней стороны. Нажимаем. Все, прокручиваем. И у нас, получается, ручка опускается. Неоднозначно, конечно, сразу человек, кто привык к классической схеме складывания, сразу не найдет. Так, что у нас в комплекте? В комплекте у нас дождевик на люльку и сиденье есть. Так, в принципе, по коляске все, что хотел вам рассказать. Я вам рассказал. Вот, если вы любитель бренда Annex, а таких любителей целая армия, я вам точно могу сказать. И вы оцените их вот этот вот интересный новый дизайн. Ну, как минимум, необычно. Я не могу сказать, что вау, как прикольно, там еще что-то. Ну, необычно, нестандартно. А у нас, знаете, люди... Много людей, кто любит что-то такое креативное. Вот, пожалуйста, вам. В воплощение креативности. Вот. Поэтому для таких людей она очень подойдет. А что касается самого бренда, я ранее в обзорах на другие модельки M-Type, E-Type уже рассказывал, что сейчас Annex делает достаточно хорошо и качественно свою продукцию. Поломок практически нет. В принципе, все нормально. Вообще вопросов к ним нет сейчас. И поэтому я могу смело сейчас рекомендовать к рассмотрению для покупок бренда Annex. А если что-то модненькое, то, пожалуйста, квант. Кстати, ручку я вам не сказал, что она из эко-кожи. Поэтому вот прошу заметить. Так, собственно, все, что хотел рассказать, рассказал. Если вам обзор был полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, ставьте уведомления, чтобы получать уведомления о новых роликах. И, ферст баги, большое спасибо за предоставленный квант на обзор. И всего вам доброго. До свидания.